Планета Земля Планета Земля Планета Земля вы поддерживаете. Я надеюсь, что вы будете активно поддерживать. Слава Богу. Поэтому, слава Господу. Друзья, мы начинаем Новый год. Не КВН, а Новый год в благословении Божьем. Аминь. И я верю, что этот год будет для нас благословением. Аминь. И слава Богу. И в этом году не надо надеяться на время, не надо надеяться на дни, на месяцы. Давайте будем уповать всегда на Господа, ибо Он никогда не подведет. Я не знаю, какой год будет даже для меня, тем более для тебя. Не знаю. Есть какие-то откровения, которые я скажу для церкви. И если ты войдешь в эти откровения, я уверен, что они будут действовать в твоей жизни. Но лично для тебя, может быть, Бог приготовил нечто и другое. Мы говорим сегодня об общем. Мы говорим о нас, как о церкви. Потому что мы являемся церквью Иисуса Христа, которую Он создал на этой земле. И сказал, врата ада не одолеют ее. Аллилуйя! Это хорошая новость. Давайте поаплодируем Господу. Врата ада не одолеют ее. Как бы трудно не было, как бы нас не щемило, как бы нас не давило, врата ада не одолеют, друзья. Не одолеют нас трудности в этом году. Аллилуйя! Ну что-то вы как-то не верите этому. Может быть, вас не одолеют, а нас, да? Правильно! Вас дайте ему 30 секунд хорошей хвалы, ибо это так и будет. Знаете, почему? Потому что не ты такой сильный, а потому что Бог будет побороться за тебя. Бог выйдет на эту войну. Это не твоя война, а его. И Бог будет сражаться. И Бог будет побеждать. А ты просто войдешь в эту победу. Тебе надо просто стоять. А если упал встать? Запомни, все, что тебе нужно стоять, и если упал встать. Стоять, и если упал встать. Стоять, и если упал встать. Аллилуйя! И Бог будет сражаться. И Бог будет делать. И Бог будет брать твои руки. И учить их брани. И Бог будет за тебя всегда. А если Бог за нас? Аллилуйя! Давайте скажем, а если Бог за нас? А если Бог за нас? А если Бог за нас? Аминь! Воздайте Ему хвалу Слава Богу Не верь в себя, верь в Бога Будешь верить в Бога и поверишь в себя Аллилуйя А будешь верить только в себя, а не в Бога Разочаруешься в себе И потеряешь веру и в себя Поэтому надо верить в Бога И Бог даст тебе веру в себя Аллилуйя Этот тандем, он всегда беспроигрышный, друзья Взаимодействие с Богом всегда приводит к успеху Всегда приводит к победе Всегда приводит к прорыву Всегда приводит к благословению Всегда самое лучшее только на пути Взаимодействие с Богом Аллилуйя Аллилуйя Слава Богу за вас Итак, друзья, начнем Бог дал нам слово На 2020 год Который звучит следующим образом Это первое послание к Коринфянам 12 глава, 25 стих Дабы не было разделения в теле А все члены одинаково заботились друг о друге Исходя этого слова, 2020 год Мы назвали год заботы друг о друге Посмотри на своего соседа И скажи, я постараюсь в этом году заботиться Да, потому что если ты скажешь Конкретно буду заботиться Не, не ты постарайся Друзья, заметите разницу Вы повернулись и сказали Постарайся заботиться обо мне, да? Нет, нет, друзья Я постараюсь заботиться Буду стараться прилежно И, друзья Нам необходимо постараться Сделать так, чтобы каждый человек В этой церкви Каждый человек Служил тем даром Который Бог дал ему Через это проявляя заботу Через это Через тот дар Который Бог дал тебе Мы должны проявлять заботу В этом году Друг о друге Ну, давайте обо всем по порядку Я буду в каждой проповеди Я возьму несколько проповедей Буду открывать одну из тем Этой заботы Насколько меня хватит Насколько есть откровение Сегодня мы поговорим о том Что крещеные в одно тело Сегодня проповедь называется Крещеные в одно тело Главный упор в одно тело В одно тело В одно тело Итак Когда Павел писал послание К коринфянам, друзья Внутри самой церкви Происходили разделения Оно было связано С разными взглядами на учение Которое там проповедовалось По-разному люди Относились к этому учению И по-разному думали Об этом учении И обусловлено это было тем Что коринфянская церковь Она состояла в основном Из язычников Которые совсем недавно Еще ходили к безмолвным идолам И просили у них совета И соответственно Каждый был научен в своем И внутри церкви У них было разделение Поэтому они говорили Я Павлов Другие говорили Я Аполосов Третьи говорили Я Кифин И еще это было связано С тем, что Город Коринф Он всегда был связан С культом Угождение Плоти В нем процветал Вот этот культ Угождение Плоти Еще Гомер В своем труде Илладе Писал о богатстве Коринфы Коринфа и о царствовавшей Там безнравственности Название Коринфа Не раз упоминалось В греческой литературе Когда речь велась О безнравственности И распутстве Так драматург Аристофан Изобрел Даже новое слово Которое звучит Коринфиазомаи Для обозначения Внебрачных связей Согласно Древнему писателю Страбону Главным источником Богатства И разврата В Коринфе Был храм Богини любви Афродиты С его Тысячами проституток Со всей округи Со всех областей Мужчины Не только мужчины Стекались Чтобы в религиозном Поклонении Найти наслаждение Своей плоти И вот такое наследие Оно не лучшим образом Сказалось На состоянии Церкви И поэтому В первых шести главах Апостол Павел В первом послании Коринфянам Он стремится Уладить раздоры Внутри церкви И тем самым Добиться единства Внутри церкви И начиная с седьмой главы Павел переходит К разбору Конкретных вопросов Которые Занимали коринфян Это вопросы Брачных отношений Свободы И ответственности Духовных даров Внутри церковного порядка Сбора пожертвования Согласитесь Сегодня То же самое Эти же вопросы Волнуют Верующих людей И так же Мы можем наблюдать Разность взглядов Которые разделяют Церковь Которые приносят Вот это разделение Я думаю так А ты думаешь так Постоянные споры Сегодня баталии идут Можно пить вино Нельзя ли пить вино Целые епископы Сидят Дискутируют На эту тему И у всех Абсолютно Разные мнения От кардинально нет До кардинально да Понимаете Разные мнения Вот это Сегодня Мы можем Видеть То что Присутствует В верующих Как и тогда Присутствовало В Каримфе Свободолюбие Такое Свободолюбие И угождение Своей плоти Эгоизм Он сегодня Никуда не делся Люди сегодня Хотят быть свободными Люди сегодня Хотят Чтоб их не учили Чтоб их не наставляли Никому не подчиняться Не подчиняться Своим наставникам Они выбирают Себе наставников Как и говорил Об этом Павел Кто-то До сих пор Павлов Кто-то До сих пор Кифин А кто-то До сих пор Аполлосов И вот в 12 главе Апостол Павел Пишет следующее Он говорит Дары Различны 12 глава 4 стих Первое послание К Коринфянам 12 глава 4 стих Дары Различны Но дух Один и тот же И служения Различны А Господь Один и тот же И действия Различны А Бог Один и тот же Производящий Все во всех Но каждому Скажи каждому И мне в том числе Скажи Скажи не бойся И мне в том числе Дается проявление Духа На пользу Одному Дается Духом Слово мудрости Другому Слово знания Тем же Духом Иному Вера Тем же Духом Иному Дары Исцелений Тем же Духом Иному Чудотворение Иному Пророчество Иному Различение Духов Иному Разные Языки Иному Истолкование Языков Все же Сие Производит Один и тот же Дух Разделяя Каждому Особо Как ему Угодно Скажи Как ему Угодно Ибо Как тело Одно Но имеет Многие Члены И все Члены Одного Тела Хотя Их И много Составляют Одно Тело Так И Христос Ибо Все Мы Одним Духом Крестились В одно Тело Скажи В одно Тело В одно Тело Иудеи И Елены Рабы Или Свободны И все Напоены Одним Духом Друзья В этих Стихах Павел Четко И однозначно Говорит Что Бог Сам в себе Не разделяется Он показывает Единство Бога Как Бог Действует В единстве Он говорит Что один Господь Иисус Христос Но служения Разные Он говорит Что в церкви Любое служение Оно должно быть Инициировано Богом Оно должно Проходить Под управлением Бога И для Бога Поэтому я хочу Сказать Нет Более важного Или менее важного Служения В церкви Все служения Одинаково Важны Все служения Должны Одинаково Обогащать Церковь Одинаково Взаимодействовать С другом Взаимно Обогащая Друг друга Также Павел Говорит Что Один Бог Отец Он в нас Возбуждает Действия Как Ему Угодно И каждое Это действие Оно направлено На то Чтобы прославлялся Господь В церкви Не мы Чтобы в церкви Прославились Церковь Это не место Для моей Славы Церковь Это место Где прославляется Господь Где я должен служить Так Чтобы Бог Здесь прославился И он говорит Что для этого Один Дух Святой Один Дух Святой Дал каждому из нас Дар Ты не своими Способностями Прославляешь Бога Тебе дан Богом Незаслуженный Дар Каждому Здесь сидящему Друзья Дан Богом Дар Поэтому Мы не можем Превозноситься Друг перед другом Мы не можем Гордиться тем даром Который есть у меня Он не заслужен Он дан мне Потому что Так Бог Решил Поэтому мы не должны Завидовать чужим дарам Мы не должны Имея свой дар Превозноситься Над другими людьми Мы должны Равно Почитать Каждый дар И он не должен Быть большим И он не должен Быть меньшим Он просто Таковой У нас в церкви Нет особенных Бриллиантов Золотой Огранки Если их убрать То само изделие Станет Безделушкой Если убрать Пастора Олега То церковь Станет Никчемной Это неправильно И это неправда Друзья Мы каждый Каждый из нас Драгоценен В глазах Бога Каждый из нас У нас особенная Жемчужина Ради которой Господин Оставил все Которую он Выкупил Дорогой ценой Ценой Своей жизни Которую Сегодня Составляет Одно Единое Ожерелье Ты и я Мы нанизаны На ней Духа Святого И составляем Ожерелье Под названием Церковь И это Ожерелье Драгоценно В глазах Господа И каждый из нас И каждый из вас Важен В глазах Господа И каждый из вас Драгоценен В глазах Господа Потому что Бог ценит Любой дар Знаешь почему? Потому что Он сам тебе его дал А Бог Когда дает Он дает Самое лучшее И самое ценное Он отдал Сына своего За тебя И вместе с ним Дал Духа Святого И вместе с Духом Святым Дал самые ценные Дары тебе Аллилуйя И ты имеешь Эти дары И ты не бесценен И мы должны Ценить Дар каждого В церкви Дар каждого В церкви Друзья Тот кто стоит На дверях Открывает дверь И улыбается вам Он не менее Ценен Чем тот кто Стоит с микрофоном А я скажу Что если убрать Эти Невидимые дары То и Видимые дары Перестанут проявляться Потому что Невидимые Они готовят Почву Или путь Для видимых Друзья И нельзя так думать Что вот это Ценен А вот это Меньше Ценен Все цены Но самое еще Интересное Что не только Ты должен уважать Чужой дар Ты прежде всего Должен уважать И тот дар Который Бог дал Тебе Потому что Помните Помните Тебе 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 Системы Мышечная Мышечная ткань Мышечная ткань Мышечная ткань Мы как говорится Переживаем На собственной Шкуре Ты не можешь Остаться Равнодушным Если у тебя Что-то Заболело Знаете Если у другого Заболело Еще можно Как-то Остаться Равнодушным Можно Посочувствовать Немного Но это Твоя боль Но когда Боль в твоем Теле Ты ее чувствуешь Когда болезнь Пришла Температура Пришла Ты чувствуешь Когда какие-то Проблемы Настигли Твое тело Тебе Это ощутимо Ты переживаешь Дискомфорт И представьте себе Что вот в теле Нет каких-то Членов Такое тело Попадает В разряд Ограниченных Тел И чем больше Нет членов В теле Тем оно Более ограничено Тело Оно не может Какие-то вещи делать Потому что Ограничение От отсутствия Членов А еще бывает Так что Члены присутствуют Но они Не реагируют То есть Они не имеют Возбужденности Они не имеют Способность Сокращаться И они не имеют Способность Проводить сигнал Например Сухая рука Или ноги Которые Они имели Которые Отказали У человека Знаете Это еще неприятнее Когда нет руки Человек понимает Что ее нет А когда она Висит За ней Надо ухаживать За тем Чего нет Не надо ухаживать Его просто нет Не существует Оно Тебе приносит Дискомфорт Но его нет А это И нет Как будто Но есть Представляешь Он ничего не делает Но при том За ней Ей надо ухаживать Она не может Сама за собой Ухаживать Ее надо Обслужить Не было бы И не надо Обслуживать Но когда висит Надо ее Почистить Помыть Надо что-то Сделать с ней Надо привести Ее в порядок Вот так и в теле Друзья В Христовом Вроде бы Члены есть Вроде бы Бог дал Раздал Всем дары Как ему угодно Но он Не функционален У него нет Возбудимости Он не принимает Те инициативы Которые проходят В церкви Он не подрывается Не подкидывается На них Как можно сказать Он их просто Не принимает Они мимо его Пролетают Если он их не принимает Соответственно Он перестает Он не сокращается Он не действует Он не работает Он не дееспособен Он не функционирует А если он не функционирует Если он не принимает Соответственно Он и не передает дальше Он и никого не ведет за собой И никого не наставляет Это так похоже на тело Это так похоже на церковь И знаете что в таком случае Тело ограничено Оно ущербно Оно помогло Вот самое-то интересное, могло бы, но не действует. Почему? Потому что кто-то решил не применять тот дар. И люди в церкви стали такими прихожане, посижане и ухожане. Воскресные паразиты. Воскресные паразиты приходят в воскресенье потреблять. Потреблять. И ничего для церкви не делают. Но самое-то интересное, этот член есть, его обслуживать надо. Если немая или сухая рука молчит, то этот сухой член тела, он еще и возмущается. Он зудит. Зудеть начинает. Ему все не так и все не эдак. И он начинает другим дискомфорт доставлять. Тело в таком случае не работает. Друзья, чтобы такого не было, нам необходимо принять тот факт, что каждый из нас получил от Бога дар, которым должен действовать, служить не себе, не для себя, а на благо церкви. Так как мы одно тело. Мы одно тело. Ибо любой член, друзья, любой член в человеке, он развивается только под нагрузкой. Убери нагрузку с человека, положи его. Недвижимым. У него пролежни начнутся. И мышцы атрофируются. А человек, который занимается спортом, он в тонусе держит свои мышцы. Он намного может сделать более, чем тот, кто не занимается спортом. И знаете, заниматься спортом трудно. И не всегда хочется. Или скажу так, всегда не хочется. Легко кушать пирожные. А вот на дорожке пирожные эти сгонять. Как-то трудно. Вы знаете, как-то все несправедливо устроено. Одна конфетка, там халва какая-то, 900 килокалорий. Это два с половиной часа бега на дорожке. Не ешь конфетки. Нет бы наоборот. Десять минут бега на дорожке, два килограмма таких конфеток. Вот как-то кажется несправедливо. Но Бог знал, когда устроил наше тело, как оно работает. Бог знал, что нашим мышцам нужна нагрузка для того, чтобы человек был сильный, в тонусе и развит. Если не давать нагрузку, он будет толстый и ленивый. Много его, но бесполезная масса. Бесполезная масса. Вот некоторые в церкви хотят быть бесполезной массой. Не дееспособным органом в теле, а жиром на боках. Или мушкой над губой, которая украшает тело. Она ничего не делает. Ну, значит, он красиво же сидит. Красиво заходит. Красиво выходит. Красиво сидит. Как насчет, говорит, песня льется? Ну, ничего не делает. Просто над губой. Пастора. В основном. Чтобы пастору рот вовремя закрыть. Много говорит. Аллилуйя. И Павел дальше говорит, что мы одним духом крещены в одно тело. И он здесь использует слово крещены. Он не говорит помещены. Можно было бы сказать помещены в одно тело. Но он использует слово баптизу, которое обозначает крещение. Когда мы говорим о крещении, мы понимаем, что прежде всего это завет. Завет с Господом. Когда мы погружены в одно тело, то есть в церковь, мы заключаем завет, который имеет обязанности сторон. Церковь по отношению к тебе обязана. Но и ты по отношению к церкви обязан. Это не так. Не учите меня, дайте мне свободу. Я обязан, потому что я крещен. Это завет. А в завете есть обязанности сторон. И я должен выполнять свою обязанность исправно. Второе, речь, когда говорим о крещении, идет о том, что ветхий мой я умирает, а я восстаю в новую жизнь. Так вот, когда Павел употребляет слово мы крещены в одно тело, он другими словами говорит, когда ты пришел в эту церковь и определил себя членом этой церкви, ты умер для прошлой жизни. Многие сегодня не могут оставить тех учений, которые они получили в других церквях или которые они получают сегодня по интернету. Не слышат учений. Эти учения им нравятся. Но когда они приходят в церковь, это учение не интегрируется с общим видением церкви. Оно не принимается, не находит отзыв у лидеров, не находит отзыв у пастора. И знаете, что происходит? Такой человек начинает расстраиваться. И знаете, что дальше происходит? Его это расстройство начинает отделять от единства веры. Он либо становится сторонним наблюдателем, сторонним таким наблюдателем, либо он начинает вредить телу своими действиями, приносить неудобства, распространять всякую молву, худую в основном, для того, что здесь все не так, здесь Духа Святого не хватает. Вы знаете, пастор не такой помазанный. Вот раньше был помазанный, а сегодня не помазанный. И у меня вопрос, а как вы определяете уровень помазания? У вас прибор, что ли, есть? Или вы видите, сколько елей истекает во время, когда я стою на это? Как вы определили? Как вы определили? Можно я позову тебя на минутку? Стань, пожалуйста, на колени передо мной. Хоть здесь поставлю на колени. Сложи руки вот так. Кто из нас, на ваш взгляд, кажется более духовным? Ну, ответьте, что вы боитесь. Кто? Дима, Дима, о чем ты сейчас думал? О том, как Рональдо забил голу в чемпионате мира по футболу. Я ему сказал, думай о футболе. А вы не знаете, о чем я думал, когда так ходил? Как вы определяете? ЦРК, кроме себя ты не можешь никого определить. Спасибо. Я тебе зарплату чуть прибавлю, что на колени. Дайте, дайте кому-нибудь еще на колени постоять. Гена хочет. Аллилуйя. Смотри, я даже денег ему не дал, в отличие от тебя. Слава Богу. Гена у нас всегда, чтобы у него были те люди, которые подыграют, ему деньги дают. Представляешь, когда Гена выходит, кто-нибудь уже тут очередь становится. А мне надо пальцем тыкнуть и вызвать. Так что, друзья, мы не можем определить, кто из нас более духовен, кто из нас менее духовен. И когда ты приходишь с другим учением в церковь, которой ты решил стать членом, все, что тебе нужно сделать, это позволить старому умереть. Потому что ты крещен. Если ты не дашь старому умереть, то оно, старое, послушай меня, умертвит тебя. Дай старому умереть. И не бойся, что старый умрет. Ты не обнищаешь, ты не станешь беднее, потому что Бог воскресит тебя в новом. Он даст тебе новое. Посмотрите, как Павел пишет об этом в Римлянам, в 6 главе, в 3 стихе. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Смерть крестились. Мы должны умереть для греха, когда мы принимаем водное крещение. Мы также должны умереть для другого учения, противоречащего, не для всякого, противоречащего церкви, учению церкви, разделяющую церковь. Некоторые приходят и пытаются насадить свое учение. Оно противоречит, оно разделяет тело. Оно, видишь, не приживается. Тогда что нужно? Умереть для этого. Крестясь в тело, умереть. И дальше говорит, итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, друзья. Когда ты умираешь в теле, в своем старом, ты обновляешься. Бог дает тебе обновление. Бог дает тебе новую жизнь, которая прежде всего будет благословлять тебя. Второе, оно даст тебе новую жизнь, новое совершенно что-то, вино. Вот почему проблема сегодня со старыми служащими. Они не могут никак избавиться от того, что у них есть вот здесь. Не могут принять того видения, которое есть в церкви, и не могут воскреснуть в церкви, и не могут прославлены быть в церкви, и не могут принять помазание церкви, которое благословит прежде всего и их жизнь. Потому что дьявол так делает, что думает, ну, это пастору будет угодно, да? Причем здесь пастор, пастор такой же дар, как и вы, друзья. Ни больше, ни меньше. Бог не позволит ему церковь созидать, ничего не получится. Он просто дар. Просто дар. Некоторые не любят пастора, когда я так говорю, а я люблю. Потому что мы дар в церкви. И вы должны уважать этот дар, как и другой дар. Сто процентов. Да? Аллилуйя. Сейчас отдам микрофон по проповедующему. Аллилуйя. Поэтому, если ты умрешь в старом, то Бог даст тебе новое. То, что будет тебя объединять с твоими братьями. То, что будет благословлять не только тебя, но и всю церковь. Друзья, пусть старый умрет, чтобы вам не быть рабами его. Если вы находитесь старым, вы рабы его, оно владеет вами. Вы не благословляетесь. Дьявол вас отрывает от единства церкви. И потом сатана уничтожает таких людей. Это сто процентов. По-другому не бывает. Станьте свободными. Войдите в новую жизнь. Где прошлое не будет иметь над вами власти. А вы будете ходить в обновленной жизни. В лучшей жизни, чем старая. Ведь без этого, друзья, не построить единство. Единство строится тогда, когда мы в пользу общего избавляемся от своего. Помните, как они были вместе и продавали имение? Продавали имение. У меня сегодня есть имение. Я приобрел какое-то имение. Материальное, духовное. Может быть, имение. Когда-то оно меня благословляло. Но сегодня, находясь в этой церкви, это имение меня не благословляет. Оно приносит раздор. Оно приносит дискомфорт, неудобство. Оно отделяет меня от единства веры. Что мне надо? Продай это имение. Продай это имение. Освободись от него. И тогда, когда ты будешь в пользу общего отказываться от своего собственного, тогда, друзья, мы начинаем ходить в единстве. Потому что мы крещены одним духом в одно тело. Посмотрите, что Павел говорит в послании к Ефесянам. В 4 главе. В 4-6 стих. Он говорит, одно тело и один дух. Как вы и призваны, скажи, я призван, к одной надежде. К одной надежде. Вашего звания. Один Господь. Одна вера. Одно крещение. Один Бог. И Отец всех, Который над всеми. И через всех. И во всех нас. Давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Мы благословляем вашу жизнь в этом году. Мы прощаемся с вами. И пусть Господь неизменно пребывает с вами. Халилюя. Друзья. Бог явил нам уникальное единство внутри с троицей. Послушайте меня. Трое являются одним. И одно является тремя. Это невозможно объяснить нашим ограниченным разумом. Но это показывает уникальное единство внутри Бога. Как я начал проповедь свою. Бог внутри себя никогда не разделяется. Разделяемся мы в своей плоти. И если мы ходим в Духе Святом, то мы имеем единство между собой. И кровь Иисуса Христа омывает нас, когда мы имеем это общение в единстве между собой. Но когда мы имеем внутри церковь разделение, потому что мое учение такое, мой взгляд такой, а твой взгляд такой, тогда Дух Святой не действует в такой церкви. Вот почему у нас сегодня проблемы с чудесами, со знамениями, потому что мы не ходим в единстве. Ну и что толку, что ты прав? А единство рушится. Что толку? Что толку от этой правоты? Нет никакого толку. Нам нужно умертвить свое прошлое, умертвить то, что мешает единству. Потому что Иисус Христос, Он молился о единстве. И когда Он молился о единстве своих учеников, Он выражал это как мечту перед Богом. Посмотрите, что написано в Евангелии от Иоанна, в 17 главе. Он говорит, не о них только, то есть не о своих учениках только молюсь, но о верующих в Меня по слову их. Да будут все. Все. Послушайте, не баптисты, не кальвинисты, не православные, не протестанты, не церковь Ковчег, а все верующие в Иисуса Христа пусть будут едины. И дальше, как Ты очи во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едины. Да уверуют мир, что Ты послал Меня. Бог желает, чтобы мы были едины, друзья. Потому что только так уверуют мир, что Он послал Христа. И мы можем быть едины только тогда, когда мы крещены в одно тело. Не в разные тела. Мы в одном теле. В теле Христовом. Не важно, протестанты, баптисты, в Ковчеге, ты в Исходе, или еще где-то. Мы в одном теле, потому что Бог не разделяется Сам в себе никогда. Аллилуйя! Поздай Ему хвалу! Но, к сожалению, до сих пор эта молитва остается неотвеченной, так как ее исполнение возложено на нас. Господь все сделал для того, чтобы мы были едины. Он создал Церковь свою, у которой стал во главе. Он дал Духа Святого нам и дал благодать, которая помогает нам созидать единство. Но мы из-за нашей плоти не хотим строить это единство. Так вот, друзья, я объявляю, что будущий год, послушайте меня, будущий год, это будет годом единства в Церкви. Когда Бог, послушайте меня, Бог сверхъестественным образом будет создавать единство в Церкви. Он будет вкладывать в наши сердца желание служить. Не ты будешь желать изгаляться, а у тебя сверхъестественным образом будет вложено в сердце служить ближнему своему. Ты будешь страдать от того, что не служил, потому что Бог будет возбуждать это желание в тебе. Он сверхъестественно будет вселять в наше сердце любовь. Любовь, которая покрывает все грехи. Любовь, которая не осуждает, друзья, а наоборот, поднимает человека рядом с собой. И не важно, грешный он или не грешный. И сказано, что о меньших более попечения. Я недавно слушал одного пастора, и он рассказал такую историю. Я проповедовал, я был молодым пастором 30 лет назад, сегодня он успешный пастор, у которого огромная церковь, это на Западе, я, вы знаете, не называю имен, чтобы не рекламировать никого. У него успешная церковь, он успешный пастор, он сегодня говорит, тысячам пасторов только, тысячам пасторов. И он говорит, я был молодой, 20 лет с лишним, и ездил только по маленьким церквям, и проповедовал в маленьких церквях. И вот однажды я поехал в одну из церквей таких, проповедовал там, было два или три собрания, и потом подошли мне после первого собрания и сказали, на втором собрании у нас будет гость. Пожалуйста, встреть его сам лично, и постарайся уж проповедовать хорошо. Он говорит, наверное, намекнули, что я первое собрание проповедовал, не очень. И он говорит, мы вышли с одним из старейшин этой церкви на парковку, встречать человека, гостя, и вдруг подъезжает машина, и из машины выходит женщина в мятой одежде, все не свежее, как будто вот она где-то эту одежду из-под кровати достала, надела на себя. И она говорит, унылая такая, ну видно, что что-то случилось в ее жизни, и вдруг этот служитель, старейшина церкви, говорит ей, а вы как надели, а как вы оделись, придя сюда? Вы знаете, в нашей церкви надевают все самое лучшее, когда идут ко Христу. И она говорит, не дослушав фразу, развернулась, села в машину и уехала. И он говорит, тогда, тогда там, на парковке, у меня родилась цель и идея, и я сказал, в нашей церкви будет следующее, надень на себя, что есть под рукой, и хотя бы приди к Иисусу. Поэтому сегодня огромная церковь. Сколько раз у нас люди приходят впервые, наши знатоки всего подходят, как ты надел, как ты нарядился, да ты послужи ему и подари ему одежду хорошую. Какие там магазины хорошие? Нарго, Хендерсон. Если тебе не нравится, как он одет, после собрания я тебе разрешаю, я благословляю тебя. Посади его в машину, отвези его в Моримол, заведи его в магазин, купи ему лучшую одежду и скажи, в этом только ходи. Мы, как церковь, благословляем тебя. Я уверен, что такой человек никогда из собрания не уйдет. А вы пришли, налетели, как-то одет, у тебя декольте здесь вот такой, ну и хорошо. Чего плохо-то? Не завидуй. Женщины, не завидуйте. Он первый раз пришел. Послужи ему так, чтобы он влюбился в эту церковь. Тогда церковь будет расти. Тогда церковь будет прославляться. Тогда церковь будет единым. Друзья, давайте в будущем, в 2020 году, исполним мечту Иисуса. Станем едиными. Для этого надо каждому послужить тем даром, который Господь дал нам. Аминь. Аминь.